Значит, я 57-го года рождения, в 68-м году, когда были события в Чехословакии, мне было 11 лет. Я жил в деревне, папа работал, приезжал каждый вечер в деревню, мы встречались, и я очень хорошо помню, значит, он поужинав включал BBC, и в Москве она не звучала, а вот в Подмосковье BBC звучала. И мы слушали BBC, и я в 11 лет, можно сказать, не совсем взрослый человек, я полностью понял на 100%, что такое вообще политика, демократия и так далее, и так далее, и так далее. Ну, отец мне рассказал, что там было в Чехии до того, и так далее. Вот, и поэтому у меня вот такие воспоминания были, и при этом я в детстве очень полюбил читать Ярослава Гашика, я его периодически перечитываю, но сам меняешься, поэтому, и я только первый раз прочитал его биографию о его жизни, мягко говоря, непростой жизни. Как бы это сказать, при дамах нельзя сказать правильно, скажем, полная сволочь, но вот тем не менее, он написал роскошную книгу, не скрывая при этом никогда, вот кем он был и от своих двух жен, кем он был, он не скрывал тщательно. Значит, и потом, я не так давно, когда я работал в последние годы, значит, я очень сильно подружился с одним чехом, его фамилия Кубичка будет использована, значит, он, мы с ним по делу много чего предполагали, но ничего не сделали, но он периодически приезжал в Россию, и мы встречались, встречались, это обязательно пить. До того, во время того, после того, но надо пить. Пиво это так, это предварительно, но он предпочитал, когда было возможности пива и водку, он предпочитал водку. Но вот я сколько могу выпить пива, он столько может легко выпить водки перед тем, как предоставить этого. Он такой вот был. Товарищи, вот, это что для меня Чехия, вот, теперь, если позволите, два стиха. А Чехия один. А Чехии. В России пиво и много всяческой еды. В 68-м это особливо, когда бы не было виды. Здесь еще такая чешка, что мной управляла год. Орел, извините, Решка. Зарплата чешский мой приплод. Однако в Лиеже пиво лучше. Я в Бельгии был много раз, но Гаш Керослав в подучий, так что о Гашике рассказ. Я восхищенный потакаю. Официальный идиот. Потоп, алкоголь. Отсекаю. Ведь пиво чешское, оплот. Но идиот это цитата оттуда. А Чехии два. Да, извините, значит, я не сказал. И действительно, год работал в одной компании. Моя это надо мной немка, которая руководила, была чешской. Вот эта немка была чешкой. А Чехии два. Из Чех такой знакомый кубичком. Он Бехеровкой угощал, это правда. Ну, а в Москве готова выпечка. Короче, водка и аврал. А я там не был, не планировал. В словацком ресторане был. В Москве под пивом чех лидировал. А водку русскую любил. Но водка Франции ведь лучше. Вкуснее, чем продукт РФ. Но пиво из Парижа хуже. Что лучше, то французов в блеф. Гусятина с капустой красной. Свиная рулька. Кнедлик тоже. Изюминка культуры страстной. Чех клецками на Русь похож. Но Бехеровка, блин, кончается. В Туркмению зовут друзья. На русском кубичка общается. А пиво любят он и я. То, что, извините, я сочинял на эту тему. Так, друзья, мы с вами, несмотря на то, что коллеги сказали про 29-е, значит, мы 29-го проводим здесь в обычное время мероприятие. Значит, тема у нас учитель и я. Потом в 3 часа, на 2 часа, мое, так сказать, мероприятие. Вот. Грешным делом приглашать буду много друзей. Кто придет, не знаю, сколько. Вот. Дальше поживем, увидим. Поживем, увидим. Если есть вопросы, ко мне, пожалуйста. Время сейчас у меня пока есть. А, вы сами. Марина, пожалуйста. 15-го числа, в субботу, в 4 часа.